Здравствуйте! Вы смотрите программу о современном информационном мире «Цифровая азбука». Сегодня мы поговорим о том, как элементы игры стали важной частью цифрового пространства. Эту программу ведет Вера Левитес, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой высшей математики и физики Мурманского арктического университета. Сферы ее научных интересов, применение теоретико-вероятностных и статистических методов, а также теория дошкольного образования и обучения. В университете преподает такие дисциплины, как высшая математика, теория вероятностей и математическая статистика, комплексный анализ, исследование операций и теория игр. Игра — первый вид деятельности человека с рождения. Через нее мы познаем окружающий мир. Многие исследователи считают ее социальным инстинктом, присущим каждому человеку. А советский педагог Василий Сухомлинский говорил, что игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. В цифровом мире игра тоже важна, как сама по себе, так и ее элементы, которые все больше проникают в неигровые процессы. Геймификация или играфикация — это применение в прикладном программном обеспечении и веб-сайтах техник и подходов, характерных для компьютерных игр, с целью привлечения пользователей, потребителей, повышения их вовлеченности в решение деловых задач, использование продуктов и услуг. Термин «геймификация» или «играфикация» впервые использовал в 2002 году американский программист-изобретатель Ник Пеллинг. Однако только ближе к 2010 году геймификация стала активно проникать в разные сферы деятельности — в бизнес, образование, здравоохранение, политику и даже экологию. Если говорить просто, геймификация — это превращение в игру чего-то, что игрой не является. Она не ставит задачу создать полноценную игру, а только использует определенные игровые фрагменты. Зачем? Геймификация способна сделать рутину увлекательной, оставляя человека в его реальности. У нее есть свои принципы — удовольствие, связь с действительностью и добровольностью. Как модификационная технология, геймификация отлично работает в любой области, если ее грамотно применять. Одно из очевидных направлений — образование. Учебный процесс становится интереснее и эффективнее. К примеру, в ролике, что вы сейчас видите на экране, приложение для изучения иностранных языков предлагает создать пользователям свой оригинальный аватар и таким образом выразить себя, свои эмоции. В бизнесе и продажах геймификация помогает привлекать новых клиентов и удерживать старых. Ритейл и банки, пожалуй, самые очевидные примеры широкого использования игровых элементов. Сбербанк, к примеру, использовал геймификацию и в программе лояльности, и для найма сотрудников, и для продвижения своих услуг среди молодой аудитории. Один из самых цифровых российских банков — Тинькофф — тоже не чурается этой технологией. К примеру, когда им нужно было привлечь пользователей в свое приложение, они предложили сыграть клиентам в игру пять букв, а потом, продвигая продукты банка, купили лицензию на онлайн-монополию. Баллы, разные уровни привилегий, анимированные иконки практически в каждом приложении — все это тоже элементы игры. Но, как говорится, не бизнесом единым. Сегодня геймификацию используют и врачи, и средства массовой информации, и органы власти, и благотворительные фонды. К примеру, всемирная продовольственная программа ООН через сервис с викторинами FreeRise привлекает внимание к проблемам голода. Результативность применения геймификации сегодня доказана, а ее методы универсальны. Мы можем использовать их для решения самых разных задач, если проанализируем цели и аудиторию. А о том, как технология геймификации используется в Кольской ГМК, нам расскажет Денис Плотников. Добро пожаловать в Кольскую ГМК. Меня зовут Денис Плотников, и сегодня я ваш гид по цифровой вселенной Нарникеля. Привлечение молодых, талантливых, перспективных специалистов в творческий и кропотливый процесс, в ходе которого компания особое внимание уделяет профориентации молодежи еще со школьной скамьи. Почему же особое внимание, спросите вы? Ну вот представьте, наступает время, когда необходимо определиться с будущей профессией. Ребенку это невероятно трудно сделать в его годы. Нужен совет, поддержка родителей. Но зачастую и самим родителям необходима помощь. Ведь не каждый знает, с чего начать и как провести разговор. Каким образом определить сильные стороны и таланты своего любимого чада. А где найти актуальную информацию о той или иной профессии, чтобы было легко, понятно, простым языком. Где же такое найти? Ответ прост. Город профессии Нарникеля. Это интерактивный портал для всех, кто выбирает будущую специальность. Это уникальный цифровой помощник студентам, их родителям, учителям школ, преподавателям вузов и начинающим специалистам, которые хотят трудоустроиться в компании. Главной страницей портала является трехмерная карта. Это собирательный образ производств и городов присутствия Нарникеля. Она состоит из 12 районов, 13 микрорайонов и 27 уникальных объектов, которые отражают различные сферы деятельности компании. Каждую локацию, объекты, карты моделировали отдельно. За основу использовали фотографии реальных построек и техники. Выбирали лучшие ассоциации с профессиями, добиваясь максимальной узнаваемости. При этом сохранили мягкость очертания объектов, чтобы придать ощущение игры, которая так близко детям. Для путешествия по городу профессии достаточно зайти на портал и следовать простой пошаговой инструкции. Начните свое путешествие с тестом на профориентацию. Узнайте, к чему есть предрасположенность и какие профессии вам подходят. А задавать вопросы вам будет виртуальный помощник робот Никель-28. Прообразом робота стали Чебурашка и Астробот. А прототипом имени стали названия дроидов из Звездных войн. Буквенное обозначение – это символ Никеля, а цифра 28 – порядковый номер химического элемента в таблице Менделеева. Кстати, по результатам теста можно получить рекомендации по выбору подходящих профессий. Чтобы путешествие по городу профессии было не скучным и увлекательным, на портале внедрены элементы геймификации. Разработаны проверочные квизы и система достижений. Всего 28 квизов для всех лангридов о профессиях. Чтобы открыть их, нужно выбрать необходимый микрорайон на карте города. Все квизы объединены в один большой квест, состоящий из 8 карточек. Карточки привязаны к районам города. За прохождение квизов и изучение различных разделов портала пользователи получают награды. Список всех наград и заданий можно посмотреть в личном кабинете. Квизы не только помогают проверить, как усвоился материал, но и открывают дополнительные факты о профессиях, благодаря подсказкам, которые есть каждому ответу. Интересный факт. Для сбора информации о профессиях привлекали действующих сотрудников Норникеля, представители разных специальностей. Всего провели порядка 60 часов интервью и написали рассказы о 147 профессиях. Город профессий – это цифровой маяк в океане специальности Норникеля. Ваш помощник в сложном выборе будущей профессии. Напомню, вы смотрели программу «Цифровая азбука». Предыдущие выпуски можно найти на сайте ТВ-21. Обязательно посмотрите их, если еще не сделали этого. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова